всем привет сегодня такой небольшой влог сделаю привет кстати поликарповичу почему делаю такой влог когда поликарпович ехал на латэк была переписка с одним подписчиком его не знаю у меня подписчик этот есть или нет его вот и я предложил поликарповичу заехать в днепр кто-то так очень медленно как на прогулке вот поликарпович заехать в днепр подписчик спросил типа что в днепре такого интересного но сегодня суббота и будет выставка собак на раз союзе кто не знает это днепр и мы будем ехать с грубо говоря с одного конца города практически в другой конец города это примерно порядка 25 27 километров слева берега на правый и посмотрим по дороге что у нас в днепре кто не был в днепре может быть что-то интересное для себя почерпнет и так пока жду своих девчонок плюс собакиран вот расскажу что рассказать едем за 25 километров на выставку я уже говорил собак посмотрим по времени сколько это займет будем ехать через новый мост есть у нас мост южный но южный мост сейчас въезд перекрыт там сделан объезд потому что делают объездную объездная будет прикольная это с киевской трассы сразу можно будет попасть через южный мост и выехать на в сторону харькова так что может кому то вопросы есть на чем едем едем митсубиси голланд 97 года пробег по спидометру одометру 338 тысяч но я думаю когда покупал его скрутили тут где-то под 500 объем 2 и 5 пожиратель такой v-образная шестерка ну мне нравится ешь путешественник так в принципе вот магнитолку себе поставил такую 2 диновую потому что до этого стояла типа пионер но это был не пионер китаец был хотя играл достаточно лучше чем этот это у нас как он как его там называет фалкон ну вот где-то так сейчас заедем на заправку заправимся обнулим километраж и посмотрим сколько мы проедем и за какое время так едем на заправку сейчас зальем 10 литров 2 я езжу на втором считаю что 5 необоснованно лить но кто будет спорить с прекрасно ездит на втором вот собакин сидит наблюдает за заправка сидит наблюдает ждет счет бессмертная бабушка с телефоном еще идет это наша терра универсал универсал раньше был такие вот лучшие условия работы задний стоп не работает на машине не левый это нормально такси убер или уклон хрень какая-то даже наверно об этом и не знаю скажем у тебя стоп левый не работает не спасибо не пожалуйста это днепр детка стоим на светофоре две минуты три минуты полет нормальный поворачиваем на запорожское шоссе потом на космическую вот тут всякие автосалоны вот тут всякие автосалоны Вошла салоны. Ливневки вот делают. Наши старые ливневки вообще были забиты, провалены. Вообще непонятно, что с ними было. Сразу извиняюсь, если камера дергается. Держу одной рукой селфи-палку, одной рукой рулем. Держи еще и по зеркалам смотреть. Ну и в камеру смотреть, что там происходит. Нас делают объездную, чтобы вот эти форы тут не катались по космичке. Везде все зеленое. Вдалеке сейчас вы увидите. Строит. В город строится еще. Хоть и в городу нет. Молодой, но много новостроев. Это у нас тут больничка, детская, глазной центр, онкоцентр, роддом. Большая площадь занимает. Ну там слева, здесь, здесь сейчас стоит фальсвахер. Дальше вот приезжают машины, там въезд, лавина. Увлекательный комплекс. Казахсток. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Здесь, конечно, сложно Но можно Да, вот Х3 поехал куда-то Вот у нас, если вы обратите внимание, там на светофорах висит такой Табло висит, на нем пишется средняя скорость, с которой можно ехать нужно, рекомендуемая, чтобы попасть в зеленую линию Вот сейчас мы едем Вот впереди красный Я ехал 80, а надо было ехать 64 Вот если бы я ехал 64, вот я сейчас подъезжаю И все равно красный у нас, и вот зеленый То есть если придерживаться этой скорости Ниссан Рог Обычный американец, который уже у нас в городе полно привозят с Америки Потом хрен найдешь на ней запчасти С таких же бутышей Вот сейчас на табло знак 70 Дальше идет летом, ну не летом, а с апреля месяца На набережной, на запорожском шоссе На больших таких шоссе разрешена скорость 70 Хотя зимой ставятся ограничения, ну они снимаются И действуют ограничения езды по городу То бишь 50 Вот я сейчас еду 80 Впереди горит красный, по идее Мы должны попасть на то, что он включится зеленый Вот он включается зеленый И написано 70 Ну там где 70, там и 80 И пока эти все стартуют со светофора Мы уже едем с нормальным ускорением Продолжаем наше движение Вот это у нас в мире Фахерсонский мост Железнодорожный С правой стороны Днепр И впереди у нас еще один мост Это мост на Монастырский остров Раньше назывался Комсомольский И если верить гуглу, он может не ошибаюсь Но по-моему так Тут у нас самый высокий памятник Шевченко Сделан в Украине Лексус непонятно куда он ехал Повороты включать Это конечно Зачем Тут у нас новострои всякие торговые, офисные всякие здания Ну а вот это вот с правой стороны у нас называется фестивальный причал На нем проводятся всегда всякие мероприятия Когда день города И вообще Когда приезжали музыкальные группы Вот это набережная Достаточно чистенько Все хорошо сделали Но самый прикол Вот эти парковки, которые вы видите с правой стороны Они где-то месяц назад были все бесплатные Сделаны А сейчас Их расчертили синей краской Поставили паркоматы И поставили теперь платное паркование В смысле платную парковку Вот это у нас сейчас с левой стороны Цирк наш Тут кроме цирка Цирковых представлений бывают Выставки проходят всякие Но не собак Тут были выставка кошек И котов Ну такое Старенький вообще Самый старый цирк у нас был в районе Озерки Ну там сейчас ухтовый рынок Всяких Овощей, фруктов Угол наклона камеры Не очень удобный Так Поворачивай Поворачивай Жена ругается, что я одной рукой рулю Второй рукой еще камеру дергаю Вот сейчас мы заезжаем на мост Который недавно реконструировали В эту реконструкцию вошло То, что сделали по центру Отбойник Многие умудрялись летать И по встречке Сделали с правой стороны Ну если мы так едем сюда С правой стороны Дорожка такая пешеходная Можно там на велосипеде Вот некоторые ходят С велосипедами Ну а по центру сделали отбойник Ну мое мнение личное Отбойник, конечно, все хорошо Но он имеет такой скос Я попробую сделать стоп-кадр А вы потом посмотрите Что если на большой скорости Колесом залететь на этот скос Что ты входит Снимаешь Если залететь колесом То машину может подбросить вверх Ну вот, стыки такие На каждом стыке мы подпрыгиваем Ну это, как сказали Технологические стыки Которые должны быть Потому что мост играет Если закатать асфальтом Сплошную полосу То через какое-то время Асфальт просто помрет В смысле порвет А потом он помрет Здесь это проспект Правда Мы уже переехали на левый берег Здесь сделали надземный Пешеходный переход Потому что люди сюда бегали И очень много происходило Аварий со смертельным исходом Сейчас поставили загородки Но все равно некоторые бессмертные Умудряются Перелазить через этот забор И бегать Хотя есть Надземный пешеходный переход Тонированный навнухом Хюндай Черный Который вообще даже с топорей нормально не видно Но Четкий пацан Очень странный Но пользуется поворотами На удивление Вот тут у нас Долгострой с левой стороны Бывший дом торговли В советское время он был построен Потом его как-то пытались Реконструировать И вот так он уже стоит Несколько лет Вот такая вот махина Занимает место И все собирает Там Комжи там шарятся И наркоманы А тут у нас С правой стороны Сличие управление Также шестой отдел Ну а слева Обычная девятиэтажка То, что я говорил Такие строились Очень часто Очень много В советское время Помню, как этот проект назывался Но такого плана проект На Тополе был построен Первый дом Потом как-то Проезжать с ним Если кому интересно Назывался экспериментальный Он там состоял из четырех подъездов И каждый подъезд был сделан Использовался Цемент Разного Разной марки Поэтому дом назывался Экспериментальный Сейчас мы будем Поворачивать на улицу Калиновую Ну, как видите Дорога относительно Нормальная Ям нет Сделано Понятно, что есть Латочный Такой ямковый ремонт Но Ехали ровно Нигде А вот там впереди Где Перед самой выставкой Собак Мы прикоремся С дороги Но это все впереди Не буду спойлерить Вот тут Вот у нас С левой стороны Обычная Хрущевка Но Она Сделана Под А-ля Элитное Жилье Они его Сделали Фасад Утеплили Покрасили А на самом деле Там обычная Хрущевка Которая Ну, если вы знаете Что это Хрущевка То вот Хотя с виду Она классно Смотрится Там реально Кухня Такая Что два Человека Там Если будут Находиться То Жопами Будут Толкаться У кого-то У кого-то В машине Так Музыка Играет Что Аж Вибрирует В салон Не слышите Конечно Но у кого-то Кто-то Любит Так Ездить Под музыкой Хрущевка Так Поворачиваем Мы Это Улица Калиновая Вот Видите Смертнички Еще Идут С лесопедом Идут По разделителям Нормально В Днепре Это Нормально В Днепре Это Нормально Собака Сидеть Ждет Когда уже Она любит Путешествовать У нас Моё Как взяли Наверное Через пару месяцев Поехали На море С ней Вот Кот Вы видели В некоторых Видео Он Был Участником Видео Кот В машине Вообще Не любит Ездить Вообще Просто Панический Страх У него На машину А когда Я его Возил В больницу Он Просто Обхватился Несколько Раз Когда У кота Возить В машине Опасно Ну Собака Поездки Переносит Раньше Она ездила Сидела Просто А сейчас Она и в окно Выглядывает Любопытно Так Вот Это Левый Мерег Поем Каменовой Улицы Как всегда Тянучки Кто-то Едет Спит За рулем Или В телефоне Колупается Маневры Какие-то Впереди Не очень Здоровые А шутка На аварийке Едет Шутка Маневры 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 Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Поехали. Перескором. На месте назначения. На пункте назначения. Турной поворот. Ну вот вырулил. Ну едешь ты быстрее. Что ты еще притормаживаешь. Тут знаков нигде не висит на этом кругу. Хотя у нас в Днепре на круге кто находится, тот находится на главной. А тут такой непонятный пятак. Круг это не круг. Что это такое? В Запорожье, например, мы когда ездили, там тоже надо быть очень внимательным. Потому что у них на некоторых кругах, те кто находится на кругу, те находятся на второстепенной, не на главной дороге. Но у нас в Днепре все, кто находится на кругу, те находятся на главной дороге. Вот это вот рынок. На березинке. Тут шмотки всякие. Храбли вон, сапки, куча машин, куча всего. И самый придурочный светофор, на котором я тоже вот так смотрел. Его, если вы отсюда посмотрите. Да, вот вы видите красный. Вот этот красный горит, а дальше его дублирует зеленый свет. Еще дебилизм. Так, ну и тут. Тут а комната, тут красиво. Вот, а циклисты. Открыли свой сезон. Та шо ты мне бибикаешь, блин. Я с поворотником. Ого, ого, обиделась. Оно обиделась. Ага. А теперь ты в этот ряд будешь лазить. Это такие, которые с той оперы. Если у меня большая машина, мне должны все уступать. Потому что я ел. Там мигающие зеленые проехали. Вот. А сейчас начинается очень интересная дорога. Нет, не сейчас. Тут еще стыд, какой-то драндулет. Что-то выгружают. Вот. Прям сюда надо повернуть. И теперь мы смотрим на чудо-дорогу. Сейчас попробую камеру так поставить, чтобы вы видели, по какому говну мы едем. так, я дам женин палку. Вот, некоторые уже уезжают. видите, как машину кидает. Это я еду вообще, как говорится, нажимая на газ практически. Только тормозить не находится. вот люди идут с какими-то дипломщиками. Уже что-то получили. Дорога тут просто жесть. Агросоюз, который проводит выставки, получает кучу денег. Чтобы вы понимали, я озвучу цифры, а там считаете. Чтобы выставить одну собаку, вот мы выставляли вчера собаку, то 900 гривен стоит выставить собаку. Одну. Также еще проводятся конкурсы, так называемые юных эндли. Там за участие 250 гривен. Ну, вот смотрите. Заявлено 500 собак. Можете 500 собак на 900 гривен. Получите сумму, которую получают ну, не сам Агросоюз, естественно. Деньги платятся не в Агросоюз, а в кинологичную то не в спилку даже, а это клуб, который проводит. То есть, есть несколько клубов. Если кому интересно, можете погуглить собаке кинологические. Вот они проводят выставки. Вот выставка есть. Были выставки, которые за участие там больше 900 гривен. Даже получалось там 30 евро. А 30 евро это почти 1000 гривен. Есть выставки дешевые, которые непрестижные. За участие 400-500 гривен. Ну, вот мы прибыли. Понятно, что мы сейчас будем искать место, где запарковаться. народа полно уже. Ну, как-то так. Вот так вот выглядит выставка. Вот здесь выставляются басенджи, такая порода. вот так они бегут. Их потом выбирают. Первое, второе, третье место. Каждой собаке, каждой породе свои требования. Вот одного отобрали. Это четвертое место. Поощрительное. Все пошли по кругу. Нет, вот выбрали первое, второе, и сейчас выбирают третье. Так, а вот наша звезда. Звезда сидит в клетке, ждет. Вот так смотрит собаку на столе. Это называется от эксперта к эксперту. И в стойку сейчас поставит. Не опустили по кругу. Итак, что у нас по итогу? По итогу мы заработали первое место в классе юниоры суки, так как у нас собака сука. Заработали первое место. Также мы заработали best opposite sex, называется босс, лучший кобель или сука породы. И выступали уже на боб, best of breed, лучший представитель породы. но это было второе место. За второе место дали босса. На бобе вышел трехлетний кобель. Вот наш знакомый барни. Но как бы мы еще маленькие, нам еще нет двух лет, поэтому я считаю, что первое место в юниорах и босс это отличный результат. Мы кандидаты в юные чемпионы Украины. Также мы получили второе место в юном хендлере. Юный хендлер это соревнование между хендлерами, не собаками. Смотрят судьи не на собак, а на тех, кто их выставляет. Эти люди называются хендлерами. То есть если у вас например питомник или вы разводите собак, вы не знаете как их выставлять, какие правила, как что, вы можете нанять хендлера и в основном это девочки, но есть и мужчины, парни, которые этим занимаются, причем очень даже неплохо занимаются. И хендлер выставляет вашу собаку. Один хендлер может за выставку выставить до 10, может даже до 15 собак разных. Пород начиная от чиха, чихуахуа вот эти которые как говорится смерть посрать отпустила и на кладбище прогулы пишут. И кончая огромными мастифами, догами, огромными собаками. Каждый хендлер на каком уровне занимается, тот такую собаку выставляет. вот поэтому мы получили второе место, я считаю, что это очень даже неплохой результат. И моя Даша, эта дочка, она заработала еще одно первое место, она выставляла как хендлер чужую собаку и заработала первое место в щенках. Ну та собака еще до юниоров не доросла, она в классе щенки и она заработала первое место. То есть у нас два первых места, юный щенок и юниор и второе место юный хендлер. Следующая выставка в Мелитополе, будем туда ехать, как-то так. Немножко вот такой контент, отвлеченный от оружия, кому понравился ставьте лайки, кому не понравился обязательно дизлайки, пишите комментарии, может кому-то что-то интересно, спрашивайте, задавайте вопросы, я не думаю, что канал должен быть узконаправленный такой, ну, кому нравится какое видео, кому нравятся ножи, будет смотреть по ножам, кому нравятся пистолеты, револьверы, будет смотреть по стартовикам, там, тут немножко вот поездка такая на выставку и небольшие победы. Всем спасибо за внимание, еще раз пишите комментарии, пока. пока.